Станок разработан для высокопроизводительных линий, в то же время он универсальный. То есть можно использовать его как многопильный станок, для столярной заготовки какой-то, либо просто как кромкообрезной. Очень интересный и мощный станок. То есть здесь вот двигатель, максимальная мощность устанавливаем 55 кВт. То есть можно пилить лафеты до 120 мм высотой. Станок оснащен быстрой перенастройкой ребух. То есть у него электромеханический привод стоит на подъем ребух. Также в принципе можно и вручную работать. Здесь регулировка высоты с пульта осуществляется. Более того, на станке возможна установка программируемого контроллера, для того, чтобы оператор мог с кнопки делать смену режимов. Но вот в данный момент этот станок не оснащен контроллером. Выбор режимов, он и позволяет нам автоматически переходить с настройки на работу в кромкообрезном режиме, для разнотолщинных досок, допустим, 20-ка, 50-ка, можно все подряд на высоких скоростях допилить. И автоматически переходить, допустим, нам в режим многопива. Поднял ребуху на 90, максимальная высота пропила 120, в данном случае настроена на 90. Ну и скорость подачи, соответственно, переходит, меняется тоже другой режим. Может быть низкой, может быть высокой, зависит от настройки. Концепт пересмотрен на струкционный путь управления. То есть на нём дублирована кнопка аварийного останова. При режиме автоматическом, соответственно, вот эти клавиши, они дублируются и третьи клавиши. То есть нажатие на клавишу 1, перевело нас в режим запрограммированный. Второй. И, соответственно, третий режим. Давайте посмотрим на станок. Здесь широкий вал, во-первых, то есть расстояние между крайними пилами, там, 1000 миллиметров, да. То есть здесь можно, используя этот вал, либо пилить, как кромкообрезной станок использовать, с разными постовами. Либо можно использовать его одновременно, как многопильный станок, да, вот ставить с одной стороны пилы. С другой стороны, кормить доски, используя разные режимы. Вот. Что здесь на входе у нас? У нас здесь на входе три ряда когтевой защиты. Вот. Первая стоит сразу на входе. Она защищает от вылета срезок при распиловке толстомерных лафетов. Вот. И вторая защита. Вот она там стоит. Она защищает от срезок при работе с тонкими досками. И есть еще нижний ряд когтевой защиты. Он защищает в обоих случаях. Вот. Как осуществляется протяжка? Значит, во-первых, стоит приводной ролик на входе. То есть, вот этот ролик, он уже затягивает и доски, и лафет под когтевую защиту. Вон там находится привод. Значит, дальше что? Снизу стоит у нас по паре приводных рябух. Вот они. Массивные, мощные приводные рябухи. Вот. И, значит, сверху у нас рябухи большого диаметра приводные стоят. То есть, они позволяют нам накатывать на доски различные толщины. То есть, можно 25-ку, можно 50-ку. Вот. Без перегрузки на привод. Пилить на высоких скоростях. Более того, у нас еще здесь запатентована система подъема этих рябух. То есть, собственные разработки, да? То есть, еще нигде не использовалась она. Аналогов в этой системе нет. Вот. Запатентована. У нас рябухи развязаны. Вот. Жесткой связи между ними нет. Вот. И, более того, можно регулировать усилия при сжатии этих рябух. То есть, они, в случае, если мы пилим доску, кромим необрезную, у нас рябухи под собственной тяжестью работают. Если мы пилим лафет, у нас они поджимаются пружинами. Вот. Это все можно настроить на нашем станке. Вот. Здесь, в данном случае, вот все закрыто, кожухами. Но эта система новая. Нигде раньше не использовалась. По поводу удаления опилок. Значит, есть варианты. Есть варианты. На данном случае, самый простой вариант, стоит скатная доска. Скатная доска. И, значит, вот там раструбы на выходе. Вот. То есть, можно, в общем-то, подключать аспирацию. Но в этом случае возникают нюансы с кусковыми отходами. То есть, какие-то короткие срезки, щепки, они будут этому процессу мешать. Вот. Можно сделать, как? Убрать вообще вот эту скатную доску. Тогда отходы пойдут вниз. Вниз, где в каком-то конфузор, отвал там. И транспортер скребковый. Для опилок будет отводить все это в сторону. Значит, есть еще один вариант. Просто у нас внизу устанавливается ленточный транспортер, который выносит отходы из станка. А на выходе устройство для подключения аспирации ставится. Вот. Это опция за дополнительную плату. Вот. Значит, по поводу приводов. Приводов. Значит, во-первых, все ребухи у нас регулируемые. Все. То есть, настраиваются абсолютно все ребухи. Вот, по штангенциркулю все выставляется. И тогда геометрия получается очень точная. То есть, нижние ребухи, как видите, регулируются. И верхние ребухи регулируются во всех плоскостях. Вот. Ну, мощная протяжка стоит. Вот, опять же, там приводной валец. Привод стоит на него. Мощная протяжка идет. И редуктор цилиндрический с мощным приводом. Вот. Значит, на валу у нас стоит шкип на конических втулках. То есть, удобно обслуживать, ставить его, снимать в случае необходимости. Ну, и на приводе двигателя тоже стоит такой же шкив. Вот. Ну, что еще можно сказать? Давайте посмотрим электрику. Значит, электрошкаф. У нас. Вот. Силовая часть оснащается устройствами D-Craft. Вот. Качественная электрика. Частотник. И подогрев шкафа. В случае, если станок используется частотником. Но эти станки все оснащаются частотниками. Более того, так сказать, вот по поводу скоростей подачи. Здесь еще у нас три ручья, три скорости можно при помощи шкивов менять. То есть, настраивать оптимальные режимы при подаче. Вот. Станок по достоинству оценен нашими покупателями. То есть, еще ни одного человека недовольного этим продуктом нет. Серьезный, мощный, производительный станок.